МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброго дня! Здравствуйте! Нарушаем? Простите, это вы мне? Ну? А что я нарушил? Правила дорожного движения! Как я мог нарушить правила дорожного движения, если я был не на дороге, а в небе? Ну вы же летели над дорогой, а тут мы командуем. Простите, но у меня нет даже транспортного средства. Да вы же могли быть причиной аварии. Как? Ну как, как? На вас могли водители засмотреться и врезаться друг в друга. Так я тут при чем? Ну вы спровоцировали эту аварию. Спровоцировал? Хорошо. Если вы так заговорили, пишите протокол. О! Хорошо, что я его взял с собой. Интересно, что вы там напишите. А что напишем? Пересечение двойной сплошной. Это раз. И не раз, а восемь раз. Ой-ой-ой. Да-да. Как восемь? Ну вы же летели вот так вот. Оп, оп, оп. И так восемь раз. Это первое. Это первое. Значит, и превышение скорости в шесть раз. Как я превышил скорость? Я медленно приземлялся. Вы, когда из летака выстребовали, мы замеряли скорость, там было 240 км в час. А у нас тут знак 40. 40 на 240, это получается... Короче, штраф 10 тысяч гривен. Сколько? И лишение прав пожизненно. У меня нет прав. Как вы можете у меня их лишить? Вот, смотрите, вы сами все усугубляете. Еще плюс пять. Я на вас в суд подам. Давай, подавай. У меня кум-прокурор, а с фаха судья. Ладно, я понял. Давайте как-то договариваться. О, совсем другой разговар. Штуку гривен давай. Давай штуку. У меня только 500. Как 500? Что значит только 500? Ты же не был, прыгал. Может быть, можно сказать, в последний раз прыгал. Мог с Богом встретиться. У тебя всего 500? Только 500. Брать будете? Брын. Давайте. Все. Счастливой дороги. Очень смешно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Задовбалиці на аэродромі. Бравшують лише бродів. А потом ще про це нас спросять. Хоть ви вкладали там им в парашют штуку або дві. Ну ага. На похорон. Я отоцю, что сейчас собираются запускать эти воздушные шары. И что нам с этих шарей? Это же реально транспортное средство, но без номеров, без страховки и еще и с какими-то мешками, которые нужно проверять. Работы не початить раз. Был бы пост, главное, а правопорушники найдутся. Первый-первый, я на месте, объект чист. Второй-второй, я на месте, здесь тоже все чисто. Первый-первый, дятел в гнезде, бык в стойле, тигр в клетке. Больше в зоопарке смотреть нечего. Принял. Второй-второй, вчера познакомился с девушкой, не подошла. Первый-первый, почему? Второй-второй, размер. Какой размер? Первый-первый. Так, хватит уже, сейчас принесу ваши вещи. Второй-второй, ко мне приехала теща на неделю. Первый-первый, нужна лицензия на убийство? Второй-второй, две. Так, понятно, все кроссворды разгадали и нечего делать, да? Ага. Так, пиджаки быстро вернули, сейчас клиенты придут. Так. Второй-второй, нужна проверка. Проверяю. Объект чист. Объект чист. Ну так что, в магазин за новыми кроссвордами? Ну давай, кто первый, тот первый-первый, кто второй, тот второй-второй. Конечно, я первый-первый, потому что я первый-первый. Да сейчас у меня дай нас курки развязали, стоять! Вот придурки, а! Зато в чистом. Только пришли на пляж, а пиво уже закончилось. Да. Еще и жарят так капец. Капец. Фу. Да, в ямке, конечно, сейчас прохладненько. Да, в ямке хорошо. О, может закопаешь? Тебя что ли? Ну что, нет. Ну закопаю. Все, делать нечего. Эй, малыш, дай лопатку! А? Ну, хорош, хорош, хорош. Ну как, лучше? Класс, Жека! Прохладненько. Спасибо, малыш, за лопатку. Да, сейчас бы еще пивка прохладненько. Да, было бы вообще бомба. Ой, не говори. Может сходишь? А что я-то? Ну ладно. Закопай я, да. За пивом тоже я, что ли? Делай больше нечего мне! Ну ладно, Жек, а что ты кипятишь? Ну, хочешь, раскопай меня, я схожу. Сходи. В смысле раскопай? Ну, а что? А, нет, давай я вот сейчас сам схожу. Лежи, я сам схожу. Я принесу! Что ты там принесешь? Ты уже еле ходишь. Так, надо шабашить, пить на жаре, у меня уже в глазах двоится. Эй, мужик. Ты че, мужик? Ты смотри, там не перепутай. Я не мячик, а? Держи немяточку! Какой он нахер делал? А? А-а-а! Ага! Жека! Жека, выкапывай меня отсюда! Тут теперь непрохладно. Тут теперь тепло и мокро. Вот, купил. В очереди даже пришлось постоять. Ты че, одну бутылку пива купил? Так хватило как раз на одну. Ё-моё! Ну че, поглоточку? Давай, поглоточку. Ага. Э-э-э! Э-э! А как же я? Ой, прости, Ромчик, забыл тебе сказать, что у меня один глоточек, как раз пол-литра пива. Офигеть! Че теперь делать? Бабла не осталось. О! А вот и денюжка приехала. А-а-а! Смотри, какая, а! Боже, боже, какая красота! Я в шоке! Я в таком шоуруме еще не была! Шо, шо? Ну, шоурум это такой специальный магазинчик. Типа супермаркета? Фи, вы что? В супермаркете все вещи одинаковые, а в шоурумах только эксклюзивные. Вот, в общем, мои подружки посоветовали, чтобы я к вам приехала, и чтобы вы подобрали эксклюзивные шины на моей колесике. Так это у нас, получается, не шоурум, а шинарум. А-а! Боже мой, в шинаруме я еще никогда не была! Класс! Давайте подберите мне что-нибудь эксклюзивное. А-а-а! А вы не переживайте, деньги не проблема. Буся спонсирует. Ну, у нас выбор, конечно, невелик, но есть эксклюзивные варианты. Ромчик, подготовь. Ага, сейчас. Мне однозначно нравится ваш интерьер. Так вот, вот наш эксклюзивный товар. Шина зимняя, шипованная, разный красивый протектор. Нет, 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 ну что вы! Ну, шипов же давно не в моде, нет. Тогда вот, летний вариантик, прекрасная шоссейная коллекция. Ну что вы, ну это просто нудная, скучная, немодная, черная. Я хочу что-то эксклюзивное, мальчики. Что-то эксклюзивное? Сейчас, я придумал. О, как вам? Это эксклюзивный вариант, дизайнерская работа, все вручную, ни один рисунок не повторяется. Я беру, и вы знаете, я всем своим подружкам буду советовать ваш шинару. Ребята, ну, вот это пусть будет вам. Пожалуйста. Класс. Грозите. Ага. Ну вот, видишь, Петрович, а ты еще ругался, шины покрасил и закопал с той стороны. Да, беги. За краской? Точно. Надо сейчас больше краски набрать. Прибегут эти блондинки, ее подруги, а мы будем красить лысую резину и продавать им как новую. За водкой беги, и пивом нам так с блондинками не справиться. Тогда еще надо. Согласен. На краску. Подскажите, пожалуйста, вы не видели мою бабушку? Здравствуйте. Здравствуйте. Такая маленькая бабушка, она орет постоянно, и развалили страну, развалили страну. Ну, знаете, к нам другие бабушки-то и не заходят. Постоянно такие. Но сегодня еще никого не было, вот вы первый клиент. Не было. Где же ее искать, а? Слушайте, а почему вы именно к нам пришли? Понимаете, я утром проснулся, а завтрак не приготовлен. Мои любимые сосисочки не сварены, оладушки не пожарены. За культиком не убрано, у меня с утра страт, понимаете? Где ее искать, я не знаю, на ее дома нету. Слушайте, так, может, она спешила куда-то. Ну, не знаю, там, ой, как моя бабушка, вот просто села на троллейбус и катается туда-сюда, туда-сюда по льготному. Я так и подумала. Я ее на любимом маршруте целый час откатался, ее там не было. В собесе ее не было. Я там тоже был. В поликлинике ее видели. Она там врача палкой треснула и мужику на спину плюнула. Я подумала, она сюда поедет потом. Она тут всегда лекарства покупает. Слушайте, как все бабушки похожи-то? Ди, Искать, а вдруг еще что-то случилось? Как я теперь что-то? Я сам локотом была? Знаете, подожди. Вот. Вот. Выпейте успокоительное. Спасибо. Спасибо. Бабушки, запах. Слушайте, вы знаете, мне кажется, я знаю, чем вам помочь. Вы будете моей бабушкой? Ой, и валидол бесплатных-то-то уронил. Ой, и что от сердца бесплатно. Ой, хорошо, как витаминчики бабушки. Ой, Ой, так это же и что от головы, от желудка. Бабушка. О, ты, зараза, зачем так пугать? Разворовали страну, гадость, ты сволочи. Бабушка, как я рад, что я тебя нашел. Я думала, ты потерялась. Так я не не терялась. Я поехала на другой конец города за хлебом. Там же на две копейки дешевле, гаду сволоку. Точно, как я мог забыть о твоем любимом развлечении? ты дубина. Ладно, идем. Мне что, в поликлинику надо. Я там очередь заняла за мужиком заплеванным. Я его пометила. Идем. Спасибо вам большое, что нашли бабушку. Пожалуйста, с вас 2000 гривен. Это за бабушку? Не, что в это за лекарство. А, точно. Да, конечно. Дороговато как-то, знаете? Ну, сначала дороговато, потом подешевле будет. Я свое на оскорбинке перевела. Ой, спасибо за совет. Гадость, ты сволочь. Страну разворовала, дура. У, бабулечка, идем. Сделаешь, любимые мои сосисточки? На краях. Перейти, чтоб с ней на ты подарит ей цветы. Подари ей. Цветы подари ей. Добрый день. Сержант Гошенко. Здравствуйте. Вы в курсе, что в парке торговля запрещена? Слушайте, ну разве это торговля? Букет 150 гривен стоит. Я фактически в минус себе работаю. А вы купите вот девушке цветы? Женька, подари мне букетик, а? Вика, мы на работе. В общем так, на первый раз ограничимся устным предупреждением. Еще раз тут заметим, выпишу штраф. Хорошего дня. Охрененный уже день будет. Спасибо. Купи женщине букет, ночью ждет тебя. Привет. Там вообще немного другая ритма. Обед? Омлет? Вообще другая ритма. Слушай, Горе-горец, тебя же предупреждали. Будешь торговать в парке, оштрафуем. Начальник, сучно, ты путаешься, с кем там меня? Посмотри, другой человек. Первый раз здесь сижу, вообще ничего не знаю, ничего не понимаю. Что ты мучаешь себя? Подари девушке букет красивый, а? Пахнет как розами, хотя хризантемой. Вика, знаешь, как это называется? Как? Взятка. И вот за это, и за это мы вас оштрафуем. В следующий раз будете думать, торговать в парке или нет. Ах ты ж. А за оскорбление еще штраф будет. Подари жене цветочки и еще букет для дочки. Опять торгуешь? Мало тебе штрафа. Я? Вы меня с кем-то путаете. Знаете, я впервые пришла в этот парк и решила подарить людям немного счастья. Ты не придуривайся. Вот это? Да, гормональная крема или что? А нет, вот съела селедку вечером, а у нас с утра к этому бах! Аллергия, наверное. Наверное, да. Ну что? Так что, опять штраф? Да нет. В отделение поедем. Посидишь там 15 суток, раз по-нормальному не понимаешь. А, Вика, посторожи его. Я в машину за протоколом. Сейчас вернусь. Есть сторожить! Скажите, а вам когда-нибудь дарили цветы? Женщины? Нет. Вика, что случилось? Он бросил в тебя букетом и убежал? Подарил. Ой, он такой галантный. Давай не будем его арестовывать. Вика! Что, Вика? Ну, ты за все время наших отношений ни разу мне ничего не подарил. Ни букетика, ни цветочка. А я так хочу романтики, любви. Я все это понимаю, но мы с тобой даже не встречаемся. Мы просто напарники. Мы утром на работе встречаемся, работаем, вечером расстаемся и все. Ну, давай тогда я сзади в машине букетики положу. Ложи. Ну, это, получается, преступник будет ехать в отделение как на праздник. Ну, то я вот дышу, понимаешь? Ой, ну, мы идем. Так. О, так, держи, держи. Так, захочешь? мережно. Ты диви, яка красунь, а? Ага. Я навіть скучив за українськими девчатами. Ага, це не то, що там в той Германії. Всі такі страшні, як атомна війна. Я стільки шнапсу не випивав. Точно. А хвойні дорогущі які, а? теж і страшнючі. Це точно. Здравствуйте. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Диви, диви, яка руда. Що, виходить, ви з заработков приїхали, да? Точно так. Так, саме так. Йдемо на домівку, возьмемо грошики. Так. Все задекларували. Угу. Грошики? Так, так, за два роки. Все, копійка в копійку. Ясно. А, ви знаєте, я так люблю таких, знаєте, трудолюбивих мужчин, особено таких симпатичних. Дякуємо. Дякуємо. А коли мужчина, мало того, що симпатичний, ще і щедрий, то жінка готова на багато. перед вами найщедріші чоловіки прикарфастя. що прям серйозно? Я тобі кажу, ось дивись, після такого подаруночку ти одразу зрозумієш, як я щедрий. Боже, духі Гучі, спасіба. Я сестрі купував, але вона і так файно пахне чорнобривцями. Духі, теж мені подарунок. Ось подарунок від щедрого чоловіка. Диви. Телефон? Телефон, ну, звісно, це намного щедріше подарок, ніж духі. На, що він моїй мамі, вона і так на почту походить. Вон ти як. Добре, зараз тобі ще щось подарю. Зараз, зараз. Що він там може подарувати? Що в нього є? Так, ось ще конфети. І і все. Все, у нього все. А в мене фен. Ось, красунь, тримай. І у мене все. В першу очередь, я таможниця, тому могу взяти налічкой. Налічкой? Хорошима, так? Хорошима. Так, ну, ось собі. Тримай. Ось. Ось. Диви, дві даю. Що в мене, мало думаєш, три у мене, я можу і п'ять дати. П'ять в мене дати. Хорошим, смотри, сім. Сім? Сім, це ж... Ось все, тобі десять. Ось на тобі все. Та такої крали нічого не жалко. Ай, полай воно полумьом та машина. Забирай. Боже, які щедри мужчини. А шо, така файна дівка, згодна зробити таким щедрим чоловікам, а? Ой, точно. Ой-ой-ой. О-о-о-о. Так, я перший. Я перший. Я перший. Я перший. Так, я. Ось так. Тобто? Це шо, все? А? А, точно. І штампики поставлю вам в піспорт. Тож не треба. Эх. Ми знов поїдемо на заробітки. Точно. Так а ви, коли будете повернутися, через нашу таможню-то їдьте. Джоськи. Ми так додому ніколи не доїдемо. А ми наступного разу літаком полетимо. Ти шо, дурний? Там же українські стюардеси. А вони ще дорожчі, ніж українські мітничанки. Эх, точно. Тоді, тоді до Хвойди. До Хвойди? До Клари. Вона за ковбасу знаєш, що робить? Ага. На все згодна. Ковбасу. Клара. Благодарю. Колега, як ви вважаєте, жалчний пузырь треба відпочити? Ну, і професіональний опыть підказує, що інших варіантів немає. Согласен з вами повністю? А як ви думаєте, ось це покраснення? О, це треба відбирати. Однозначно. Понял. Ось так. Ось так. Ось так. Тихо-тихо-тихо-тихо. О-о-о. Виктория, как можна так безответственно опаздывать? Во-первых, я ответственно опаздываю. А во-вторых, слушай, не лезьте в мою чистую совість своими недезінфицированными мыслями. Вика, лоб. Саша, нос. Що нос? А шо лоб? Промокните. А, поняла, не дура. Пуся. Мне. Пожоньте, 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 пожоньте. Не, ну шо вы, ну шо вы делаете? Ну, кто так режет? Ну, кто так режет? Ну, вы што? Ну, господа. Пожалуйста. Все, все. Все, ухожу, ухожу. Не, ну, ну, канавалы, ну, што ж вы делаете? Вы же ее сейчас угробите, да, эти профессионалам? Виктория, в прошлый раз, когда вы так сказали, 8 марта перестал быть праздником. А-а-а, а кто старое помянет, тому глаз. Да, глаз. И что? В сумме два глаза. Понятно. Так, все, хватит шутить. Мы ее сейчас потеряем. Вот я говорю, потеряете вы сейчас. Потеряете. Может, вы, может, вы мне что спросите, Виктория? Сергей, пожалуйста, помогите нам. Виктория, Виктория, давайте сюда бокс. Только аккуратно. Так, я всегда аккуратно. Хорошо. Виктория! Аккуратно. Тихо, 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 тихо. Аккуратнее и быть не может. Пожалуйста. Так, вот, вот так. И туда еще, вот туда сбоку, сбоку еще. Виктория, а можно и я? Подождите. Ну что, коллега, как считаете, срастется? Мне кажется, вполне отлично. А можно и я? Можно и я? Можно и я облочко и я засуну? Так. Засовывайте. Спасибо. Да, и зашивайте здесь. И давайте быстрее ждем вас в ординаторской. Потому что, действительно, день медика, а мы еще не в одном глазу. Не все, конечно. Ладно. Виктория, давайте аккуратнее. Я профессионал в этом деле, я лучше знаю. Как я разнесу прям. На троих.